В прошлом году мы обсуждали всю предысторию, который называется «Старая квантовая теория». Все начиналось с Планка, с его распределением для равновесного электромагнитного излучения. Потом была теория Бора-Зоммерфельда на той же основе. Она была, как всем известно, непоследовательна. Она была противоречивым соединением классической физики и дополнительных квантовых условий, которые, строго говоря, и противоречат. А сегодня мы обсудим появление уже настоящей, правильной и окончательной квантовой механики. И шагом, который привел к этому качественному переходу, к созданию, собственно, квантовой механики, было рассмотрение рассеяния света на атомах. Это был такой последний этап старой квантовой теории, который сразу же и привел уже к появлению квантовой механики. Ну, вообще, задача о том, как же свет рассеивается на атоме, имеет достаточно давнюю историю. Рассматривалась эта задача, естественно, в рамках классической физики. Занимался этим в основном Лоренц. На самом деле, еще несколько человек. Друдя, например. И в классические времена считалось, что атом есть некая, неизвестно какая, система, содержащая электроны. У этих электронов есть собственные колебания гармонические. Частоты их, вероятно, соответствуют спектральным линиям. Хотя спектральных линий у элементов уж больно много. Приходилось считать, что очень много степеней свободы у атома, видимо. Никто ничего толком не знал. Но, во всяком случае, Лоренц, как и все остальные люди в то время, предполагал, что для цели рассмотрения взаимодействия атома со светом атом можно заменить на набор классических гармонических осцилляторов. Если есть какая-то собственная частота омега, то на этой частоте будет резонанс. Если падающий свет попадает в резонанс с собственными колебаниями, то эти колебания имеют большую амплитуду, и свет сильно рассеивается. Но, значит, для каждой такой частоты имелось некое число штук осцилляторов. И вот через эти числа штук осцилляторов и их частоты Лоренц выразил амплитуду рассеяния, ну или, скажем, показатель преломления света в среде, в газе из таких атомов. Значит, первый шаг к квантовому рассмотрению этого процесса сделал Ладенбург в рамках старой квантовой теории в 1921 году. И он попытался как-то усовершенствовать формулу Лоренца. То есть не выводить, выводить в старой квантовой теории, строго говоря, ничего нельзя было, а догадаться, какая же правильная формула. Ему, надо сказать, это совершенно успешно удалось. То есть он, как и все, в общем-то, в это время люди уже понимали, что физический смысл имеют частоты, соответствующие переходам между уровнями энергии атома. Не какие-то там частоты вращения электронных в атомах, это вещи, не имеющие смысла, а вот частоты переходов, именно они отвечают за спектральные линии. И поэтому Ладенбург так это видоизменил несколько вручную классическую формулу, что резонансы происходили при частотах, соответствующих переходам между основным состоянием атома и возбужденными состояниями, то есть резонансы были в правильных местах. И вместо чисел осцилляторов с разными частотами он ввел такие силы осцилляторов, которые, в общем-то, не обязаны быть целыми числами, это не число степеней свободы, это некая характеристика, показывающая, насколько сильно свет взаимодействует, атом взаимодействует со светом данной частоты. И эта формула, в этой формуле вот эти числители, эти силы осцилляторов можно было связать однозначно с коэффициентами Эйнштейна, которые описывают спонтанное излучение, вынужденное излучение и поглощение. Так что эту формулу можно было просто экспериментально проверять. Коэффициенты Эйнштейна можно измерять, коэффициенты Эйнштейна А прямо связаны с временем жизни атома в возбужденном состоянии. В общем, там все измеримо. Поэтому показатель преломления газа выражался через набор измеримых величин. Эта формула проверялась действительно экспериментально и оказывалась во всех случаях, где можно было ее проверить, вполне соответствующей оптическим измерениям. То есть, в общем-то, формула Ладенбурга была очень успешной. Плюс к тому, она на самом деле была правильной. Для случая, когда атом находился в основном состоянии, правильная квантовая механика дает точно такую же формулу Ладенбурга, до которой он догадался в 1921 году. Вот эти силы осцилляторов, какие-то такие эффективные замены чисел осцилляторов, соответствующих разным спектральным линиям, удовлетворяют правилу Сум Томаса Куна. Иногда говорят Томаса Райхе Куна. Это Томас, кстати, не тот Томас, которого половинка, это некий его однофамилец, совсем другой Томас. Эта связь получается довольно простым образом из требования, чтобы, когда частота света существенно превосходит частоты спектральных линий, то то, что электроны в атоме связаны, это вообще не важно. В России они должны происходить как на свободных электронах, и поэтому в этой асимптотике некая сумма этих сил осцилляторов должна равняться числу электронов. Вот это и есть это правило Сум Томаса Куна. Следующий шаг сделал Крамерс. В 1924 году он написал статью, в которой предложил некую улучшенную формулу по сравнению с формулой Ладенбурга. Причём с точки зрения эмпирической это улучшение было, надо сказать, несущественно. Он правильно, в смысле Крамерс, правильно описал рассеяние света на атоме, который изначально находился в каком-нибудь возбуждённом состоянии. Если атом в основном состоянии, то формула Крамерса просто сводится к формуле Ладенбурга. А если он с самого начала был возбуждённый, то кроме суммы по переходам вверх по энергии на более высокие возбуждённые состояния, нужно добавить, причём с обратным знаком, с минусом, некую сумму по переходам вниз, в более низко лежащее энергетическое состояние. Крамерс продемонстрировал, что если эту добавку к формулу не сделать, то она не соответствует принципу соответствия, то есть не переходит в классическую картину в пределе больших квантовых чисел. Это никуда не годится. Поэтому, в общем-то, все сразу признали, что формула Крамерса точно так же угаданная, она ниоткуда не выводилась, она и даёт правильное описание рассеяния света атомам. И это действительно так. Эта формула действительно строго выводится в квантовой механике. Он сначала написал краткую статью, где просто привёл выводы, результаты, без подробного обсуждения их причин, и пообещал в следующей статье всё подробно объяснить. В это время, в районе 1924-го, начало 1925-го года, как раз люди очень активно занимались тем, что тогда называлось, ну вот это русский перевод не очень удачный, шарпенинг, обострение принципа соответствия. Но обострение не в медицинском смысле, как обострение болезни, но делание более острым, так? То есть из принципа соответствия описались формулы, которые должны быть правильны, когда квантовые числа велики, когда применима классическая механика, а потом люди как-то их пытались так модифицировать, причём для каждой задачи, вообще говоря по-своему, это было чисто искусство, а не какая-то наука, где всё выводится. Модифицировать эти формулы так, чтобы они работали и при квантовых числах порядка единицы, когда квантовые эффекты, ну там, в общем-то, существенны, а не малы. Крамерс, надо сказать, был большим мастером этой игры, он в нескольких случаях это делал, вот в частности для теории дисперсии. Борн писал на эту тему статью в 1924 году рецепт, как надо заменять производные, а наконечные разности между энергиями энергетических уровней. Ну, всё это было на уровне рецептов. Несколько формул было благополучно угадано, и они остались неизменными, просто они тогда не выводились. И вот, значит, вторая статья, подробная с изложением этой теории, появилась где-то в начале 1925 года за авторством Крамерса и Хайзенберга. Хайзенберг тогда был с длительным визитом в Копенгагене у Нильсобора. Но, вообще говоря, надо сказать, что это работа в большей степени Крамерса. Во-первых, Хайзенберг на ней присоединился на относительно позднем этапе. В общем, он действительно участвовал в этой работе, проверял многие вычисления, предлагал кое-какие идеи. В результате, там на самом деле Бор сказал Крамерсу включить Хайзенберга в соавторы. Крамерс сам не хотел поначалу. Значит, они посчитали этот процесс в классике. То есть, вот есть классическое КИА, там ядро, вокруг него по орбитам летают электроны. Все это рассматривается по нормальной классической механике. Все это падает электромагнитная волна. Орбиты как-то видоизменяются. И получили классическую формулу, которая, конечно, совершенно неверная, потому что в ней входят частоты вращения электронов, а не частоты переходов спектральных линий. Потом сделали вот эти вот искусственные замены, как можно от классической формулы перейти, как считалось, к правильной квантовой, и получили формулу, которую Крамерс инонсировал в прошлом году. Числители, опять же, выразили через коэффициенты Эйнштейна, то есть они, в общем-то, измеримы. И в том числе в этой статье двух авторов рассматривалось комбинационное рассеяние, то есть когда атом вначале находится в одном стационарном состоянии, а в конце – в другом. И, соответственно, частота излучаемого света отличается от частоты поглощаемого. Это как раз где-то в те же примерно времена наблюдалось экспериментально, то есть это в иностранной литературе называется «Роман-эффект», «Индиец-роман». Ну и Ландсберг и Мандельштам на самом деле вроде бы чуть-чуть раньше это обнаружили, но не опубликовали вовремя, поэтому приоритет как бы ушел к роману. Ну вот, значит, несколько слов про Крамерса. Голландец. Еще в школьные времена он был очень разносторонним человеком, интересовался не только математикой и физикой, но и литературой, музыкой, хорошо играл на виолончели и так далее. Потом, чтобы поступить в университет, ему пришлось отдельно целый год изучать латынь и греческий, потому что без этого поступить в университет было в то время нельзя, а он учился не в гимназии, в школе его не учили этим предметом. Потом он поступил в университет, где слушал лекции Лоренца и участвовал в семинарах под руководством Оренфеста. Но Оренфест почему-то не счел его подходящим для того, чтобы продолжать работу в области теоретической физики, не стал его там продвигать и рекомендовать. И ему некоторое время после окончания университета пришлось работать просто учителем физики в школе. Но он очень хотел заниматься профессиональной именно теоретической физикой, поэтому он написал письмо Бору. Бор пригласил его приехать в Копенгаген и после разговора с ним взял в свой институт теоретической физики ассистента. В институте Бора Крамерс довольно быстро продвинулся от ассистента до заместителя директора и в течение довольно многих лет был там вторым лицом после Бора, который, собственно, и по многим вопросам в этом смысле первым. То есть к Бору старались не обращаться без крайней на той необходимости. Все, так сказать, повседневные вопросы жизни института теоретической физики решал Крамерс. Потом в 1926 году ему предложили место профессора в его родной Голландии, и он оставил эту должность замдиректора Института теоретической физики Копенгагена и уехал. Второй участник, про которого мы сейчас как раз будем говорить более подробно, и, собственно говоря, человек, который, собственно, создал квантовую механику. Первая статья по правильной и окончательной квантовой механике написана Вернером Хайзенборгом. Ну, я тогда, чтобы сразу не отвлекаться, расскажу пару слов про его биографию. Значит, его отец был преподавателем греческого языка и одновременно лектором по греческой филологии в Вюртсбурге. Потом, где-то, когда Вернер был еще довольно маленьким, а, ну сколько, он же в 1991 году, значит, когда ему было 9 лет, вся семья переехала в Мюнхен, потому что профессор, который был руководителем его отца, внезапно умер, он был главным специалистом по греческой филологии на всю Германию. Нужно было срочно заполнять его позицию, и выбрали, значит, его ученика, Хайзенборга-старшего. Вернер Хайзенборг учился в Максимилиановской гимназии, где директором был его дед со стороны матери. Ну, что такое гимназия в те времена? Значит, предметы в порядке убывания количества часов, которые на них отводятся, выглядели так. Латинский язык, греческий язык, немецкий язык, математика, история, религия, физкультура, французский язык, география, естественные науки, куда, в частности, как маленькая часть входила физика. А, ну да, религия. Там учились ученики, как католики, так и протестанты, поэтому классы по религии проходили отдельно, их разгоняли в разные места, и у каждого учили своей соответствующей религии. В гимназические годы Вернир Хайзенберг тоже, в общем-то, проявил довольно разносторонние интересы, увлекался математикой, физикой, а также музыкой, он хорошо играл на фортепиано, поэзией, литературой, прекрасно знал всю германскую, так сказать, там, прозу, поэзию, музыку, всю культуру. Значит, потом начались, конечно, трудности, связанные с Первой мировой войной. Для гимназистов ввели обязательную военную подготовку, поскольку предполагалось, что как только они окончат гимназию, их тут же пошлют на фронт солдатами. Самое тяжелое... А, ну да, кроме того, летом их по окрестным фермам всех распределяли, чтобы они помогали фермерам с необходимыми действиями по производству продуктов, поскольку мужчины были в основном в армии. Самое трудное время – это была репная зима 17-18 года, в которой основным продуктом питания являлась репа, и не было угля для отопления, поэтому в домах стоял зверский холод. В школе в это время прервали занятия, только раз в несколько дней ученики приходили, приносили какие-то письменные работы для проверки. Значит, в 18-м году была объявлена Баварская социалистическая республика, и там политические события были чрезвычайно бурными. Балат что-то несколько сбился уже со счета каких-то переворотов, там, убийства премьер-министра этой республики и так далее, и так далее. В конце концов, в 19-м году к власти пришли в этой Баварской социалистической республике крайне левые, так называемые спартаковцы, это тамошний аналог большевиков, которые объявили диктатуру пролетариата, красный террор, все прочее, что с этим связано. Центральное германское правительство этого никак уже перенести не могло, и из Берлина для подавления этой советской уже теперь республики в Мюнхене выслали войска. Значит, вот в мае-июне происходили всякие битвы, там терминология была совершенно наша. Красные, белые, там, и так далее. Вернер Хайзенберг, как и подавляющее большинство учеников гимназии, которые были, в общем-то, детьми, ну, что называется, среднего класса, резко отрицательно они относились ко всей этой диктатуре пролетариата и участвовали по мере сил, помогали войскам центрального правительства в войне против этой Баварской социалистической республики. В частности, Вернер Хайзенберг по его последующим воспоминаниям лежал где-то на крыше высоких зданий, наблюдал за перемещениями красных отрядов, чтобы потом сообщить, кто куда пошел, сколько у них там вооруженных человек и так далее. Ну ладно, значит, потом в 20-м году он поступал в университет и собирался он заниматься, ну, в общем-то, предпочитал заниматься математикой. Пришел он к профессору математику, довольно известному математику, профессору фон Линденману, и стал говорить, что вот он хочет заниматься математикой, поступить в университет, и сразу же просил его включить его в свой такой, ну, что ли, исследовательский семинар. То есть, в общем-то, с точки зрения фон Линденмана проявил некую наглость. Плюс к тому, этот фон Линденман был человек весьма пожилой, таких консервативных взглядов, наглых требований какого-то соплевого мальчишки он слушать не хотел. Ну, а в кабинете его было почти темно из-за темных штор. Рядом с ним на столе сидел его любимый пудель, и как только Вернер начинал чего-нибудь говорить, пудель начинал громко лаять, так что его было практически не слышно. Линденман спросил у него, какие книги он читал, на что Вернер ответил, что читал книгу Вейля «Пространство, время, материя». Это, на самом деле, книга по общей теории относительности, написанная на очень высоком математическом уровне. Ее мало кто мог понять, кроме узких специалистов в этой области. Уж во всяком случае, для человека, только что кончившего гимназию, это, по-моему, очень крупное достижение. Наталья Линденман сказал, что если человек читал эту книгу, то он уже окончательно потерян для математики и прогнал его. Но тогда отец, который тоже был профессором вот этой самой греческой филологии в том же университете Мюнхена, поговорил с физиком Зоммерфельдом, у которой был профессором физики там. И Вернер Хайзенберг пошел заниматься теоретической физикой. Там же в это время уже был студентом у Зоммерфельда Болпаули, они подружились, и дружба эта, в общем-то, продолжалась всю их жизнь. Ну и Зоммерфельд сразу разрешил ему участвовать в исследовательском научном семинаре. В общем, там как раз происходило обсуждение всех новейших событий, связанных с созданием квантовой теории. В 1922 году он съездил в Гетинген, где выступал Бор. На самом деле это называлось фестиваль Бора, серия лекций по квантовой теории, ну вот по старой квантовой теории Бора Зоммерфельда. Это было крупное событие. Более того, это был, в общем-то, первый случай после окончания Первой мировой войны, когда в Германию приезжал с курсом лекций выдающийся иностранный ученый. После окончания Первой мировой войны Германия была изрядно изолирована в научном смысле. С немцами никто не хотел, так сказать, иметь дело. Ну вот Бор решил это дело как-то изменить. Приехал в Гетинген, выступил в целой серии лекций. Студент в это время Вернер Хайзенберг присутствовал. Причем, по-моему, если я не ошибаюсь, Зоммерфельд ему помог с деньгами на железнодорожный билет. То есть это была, в общем-то, полная разруха же. Только что кончилась мировая война. Ну вот, он там с большим энтузиазмом слушал лекции Бора. И в какой-то момент встрял с замечаниями, что вот тут вот у вас что-то неправильно. После чего Бор сказал, давайте мы это с вами обсудим подробнее. Они пошли куда-то на прогулку по окрестностям Гетингена, где Хайзенберг его убедил, что что-то из того, что Бор говорил на лекции, было неправильно. После чего Бор его стал очень сильно уважать. Значит, в 1923 году он в Мюнхене защитил диссертацию, что было необходимо для окончания университета. Совершенно не связанную с квантовой теорией. Диссертация была по классической гидродинамике. Ну, в общем, с той поры он этими вопросами больше не занимался. Но диссертация была, так сказать, нормальная. Ничего сильно выдающегося, нормальная работа по гидродинамике. Но кроме диссертации надо было сдать экзамен по физике. Главным экзаменатором там был Вин, тот самый, которого отправило смещение Вина. В общем-то, выдающийся человек, но уже весьма пожилой. К всей этой новейшей ереси под названием «квантовая теория» он относился явно очень отрицательно. И стал ему задавать вопросы по обычной нормальной классической физике. А, плюс там он вообще не любил Хайсенберга, потому что Хайсенберг всячески отлынивал от лабораторных работ. А Вин был профессором экспериментальной физики, который как раз отвечал за то, чтобы все студенты научились своими руками что-то экспериментальное делать. Вин, в частности, начал ему задавать вопросы по классической оптике про разрешающую способность микроскопа. На самом деле Вернер не сумел внятно на этот вопрос ответить. Тогда Вин начал спрашивать его про разрешающую способность телескопа, еще чего-то. В общем, целый ряд таких взаимосвязанных вопросов по оптике, на которые Хайсенберг ответил неудовлетворительно. И дальше комиссия, которая принимала этот экзамен, оказалась в сложном положении, поскольку Вин настаивал на то, чтобы поставить неудовлетворительно этому студенту. Зоммерфельд настаивал на том, что это прекрасный студент, который очень хорошо образован. В результате, как-то усреднив эти взгляды, ему поставили некую минимальную проходную оценку, тройку, так по-нашему выражаясь, и он закончил университет. И после чего поехал в Гюттингер к Борну, где стал ассистентом Борна. Там продолжал заниматься старой квантовой теорией. В 1924 году он на несколько месяцев, я не помню точно, насколько, поехал к Бору в Копенкакен по его предложению. Там вот в конце 1924, в январе 1925 он занимался тем, что помогал Крамерсу создавать теорию дисперсии, такую улучшенную, основанную на принципе соответствия. В 1925 году он вернулся в Гюттинген и продолжал там заниматься разными вопросами, связанными с квантовой теорией. Значит, он несколько пытался решить задачи, отчасти совместно с Борном, отчасти сам по себе, пытался решить задачи об интенсивностях спектральных линий атома водорода, таким вот полуклассическим образом, то есть разлагая движение, кеплеровское движение электрона вокруг ядра в ряд фурье по времени и интерпретируя квадраты модуля этих коэффициентов как интенсивности спектральных линий. Но в конце концов он запутался в этой математике, математика там была весьма сложная, ничего хорошего не получил и решил попробовать разобраться с более простой задачей. Рассмотрел слабонелинейный осциллятор. Слабонелинейный осциллятор – задача действительно довольно простая, и он тогда решил применить вот эти методы угадывания Борна и Крамерса прямо к самой постановке задачек, кинематике, движения частиц в слабонелинейном осцилляторном потенциале. То есть если Крамерс и другие, включая Борна, для каждой конкретной задачи заново и отдельно пытались угадать правильный ответ, естественно, такая ситуация разумных людей, включая Хайзенберга, не удовлетворяла. Они предпочитали, что Хайзенберг и сделал, угадыванием заняться один раз, угадать правильную теорию, а потом на основании этой теории уже последовательно решать любую конкретную задачу. Ну вот, у Хайзенберга эта деятельность вполне успешно продвигалась, и в конце весны, а вот в июне, как здесь написано, когда там расцвели куча цветочков везде, в Гетингене, у него случился сильный приступ семной лихорадки, и чтобы как-то от этого дела избавиться, он уехал на остров Гельгаланд в Северном море, где это, в общем-то, такой остров, ну, по существу, в общем-то, большая скала, ничего там не цветет в основном, хотя деревня там какая-то есть, и люди живут. И там он доделал вот то, что собирался, то есть построил некую уже такую теорию, на основе которой можно было решать любую задачу логическим образом, выводить результаты, а не угадывать. Значит, на обратном пути с острова Гельгаланд на юг Германии, в Гетинген, ну, не юг, центру, в общем, скорее, в Гетинген, он встретился со своим другом Паули, который в это время, насколько я помню, в Гамбурге обитал, показал ему черновик статьи, Паули, вопреки своему обыкновению, эту статью очень одобрил. Паули вообще очень критически подходил к всяким статьям, он обычно говорил, что это или неверно, или тривиально, но про эту статью он так явно не сказал, отнесся положительно. И в Гетингене Хейзенберг написал, ну, уже текст статьи, а, ну да, послал его опять же Паули, Паули вернул ему ответное письмо с своей поддержкой, и Борн послал эту статью в печать. Вот эта статья, посланная в июне 1925 года, это была первая статья, в которой содержалась квантовая механика, уже настоящая, а не какая-то предварительно старая теория. Значит, называлась она «О квантово-теоретическом истолковании кинематических и механических соотношениях» вошла в июле, и в Эбстракте основными принципами, на которых он основывал эту новую науку, объявлялось то, что в теории должно фигурировать только соотношение между теми величинами, которые являются, в принципе, наблюдаемыми. Что это означает более конкретно? Что орбиты электронов в атоме и частоты обращения электронов по этим орбитам ненаблюдаемы. Этих вещей в теории быть не должно. А в теории должны быть те вещи, которые наблюдаемы, именно частоты спектральных линий и интенсивности спектральных линий. В каком-то смысле, по крайней мере, сам Хайзенберг так считал, что эта статья написана под сильнейшим влиянием первой статьи Эйнштейна по теории относительности, где он тоже исходил из того, что из теории надо изгнать те вещи, которые, в принципе, невозможно наблюдать. Эйнштейн как-то много позже, когда Хайзенберг ему пытался доказать справедливость квантовой механики, говорил, что вы же сами так сделали, именно на основе вот этой вот философии создали теорию относительности. Он сказал, хороший трюк не следует повторять дважды. Ну вот, значит, что там дальше? Дальше следом в историю включается Макс Борн. Макс Борн учился в университете Бреслау, это ныне в Польше, потом в Гетингене. В общем, по образованию он был больше математиком, чем физиком, и в первые годы занимался, ну, как бы сейчас сказали, математической физикой. Но дальше, чем дальше, тем больше он переключался на такую уже чисто физическую тематику исследований. И в частности, совместно с фон Карманом, который вообще-то главным образом известен как гидродинамик, они написали серию статей по колебаниям кристаллической решетки. Это действительно замечательная была работа. Вот это, 908 год. Там было сделано, в общем-то, всё, что нужно. Если вы сейчас откроете любой современный учебник физики твёрдого тела и найдёте в нём главу, которая называется «Колебания кристаллической решетки», то эта глава просто близко к тексту пересказывает статьи Борна и фон Кармана. Ничего принципиально нового с 1908 года в этой области сделано не было. В 2014 году он в университете Берлина занимался военными работами. В это же время там был Эйнштейн, они подружились. А, военные работы, кстати. Значит, идея была вполне простая. Определять положение пушек противника по моментам прихода звуковых сигналов от этого выстрела пушки в несколько разных мест. То есть там надо было очень точно синхронизовать часы в разных местах, измерять, когда бабах от выстрела пушки пришёл сюда и пришёл сюда. И тогда можно определять, откуда эта пушка стреляет и стрелять именно туда, чтобы эту пушку изничтожить. Значит, потом он стал профессором в университете Франкфурта, где подружился со Штерном. И потом, наконец, переехал в Кютинген. И Штерн тоже переехал в Кютинген. И они там стали директорами один теоретического физического института, другой экспериментального. И уже именно в Кютингене Макс Борн создал действительно замечательную школу. То есть его ученики... Частичный список его учеников показывает, какой это был высочайший уровень. Его учениками и ассистентами последовательно были Павли, Хайзенберг, Йордан и Хунд. Как раз все основные создатели квантовой механики. Ну и сам Макс Борн, конечно, тоже в этот список входят. Так вот, значит, в теории Хайзенберга надо сказать, что это первая статья по квантовой механике. Вообще говоря, читается с большим труду. Она правильная, но она так написана, что понять это весьма сложно. В частности, там... То есть каждое величине сопоставлялись ну, в общем, то, что сейчас называются матричные элементы, соответствующие парам состояний атома с определенными энергиями. И вводилось некое правило умножения этих физических величин. И умножение это было некоммутативно. Само Хайзенберга это как-то сильно напрягало. Он не знал, что бы это значило и как бы это можно было интерпретировать. И, кстати говоря, линейные алгебры и матриц, в частности, Хайзенберг не знал. Вот такой тогда был интересный уровень преподавания для физиков. Считалось, что линейная алгебра, всякие матрицы, детерминанты и так далее, это нечто сугубо для чистых математиков. Сейчас это на первом курсе учат. Тогда вполне уже грамотные физики просто таких вещей не знали. И Борн, посмотрев на вот это правило умножения физических величин в статье Хайзенберга, понял, что это просто умножение матриц. Но и оно, естественно, не коммутативно. Тогда Борн воспылал энтузиазмом по этому поводу и решил, что надо на основе теории матриц, на прочном математическом основании развивать дальше вот эти идеи Хайзенберга. Однажды в поезде они ехали вместе с он и Паули, и он предложил Паули работать над этим совместно. Паули резко отказался. Паули сказал, что я знаю, что вам нравятся всякие трудоемкие вычисления, но вы только испортите прекрасные физические идеи Хайзенберга бесплодной математикой. Потом Паули, вероятно, об этом жалел, но Борн тогда предложил заняться совместно вот этой дальнейшей разработкой квантовой механики своему студенту Юрдану. Юрдан хорошо знал всю эту линейную алгебру, потому что он, в частности, помогал Куранту в издании книги Куранта и Гильберт методы математической физики. И Юрдан остался автором Борна. То есть Юрдан тоже имел больше математическое, чем физическое образование. И тогда Борн обратил внимание, что некая формула в статье Хайзенберга, Хайзенберга в первой статье по квантовой механике, если ее переинтерпретировать как формулу для матриц, утверждает, что диагональные матричные элементы коммутатора матриц P и X все равны минус и H. А, кстати, это не просто некая формула, это то самое правило Томаса Куна. Вот правило Томаса Куна Хайзенберг положил, так сказать, в основу своей теории, и оно как раз утверждало, если его так покрасивше написать, не как ее Хайзенберг написал длинно в своей статье, что диагональные матричные элементы вот такой матрицы равны минус и H. А про не диагональные ничего не утверждалось. Тогда он подумал, ну, наверное, это единичная матрица. Вот у нее все диагональные элементы минус и H, они диагональные а нули. Но как это доказать, он не знал. И он попросил это доказать Йордану. Йордан буквально на следующий день принес доказательства. Так что вот эта самая знаменитая формула про коммутатор P и X была, ну, скажем так, придумана Борном и доказана Йордану. Они написали совместную статью Борна-Йордана в сентябре это было. Значит, первая в июле, это уже сентябрь, уже начало осени. Так, там подробно рассмотрели гармонический осциллятор, еще несколько таких простых задач квантовой механики на основе вот этого матричного подхода. Причем детальное вычисление делал в основном Йордан, студент. В этой же статье кратко рассмотрено квантование электромагнитного поля. То есть, говорится, что электромагнитное поле, но это же набор гармонических осцилляторов. Вот давайте эти правила к каждому осциллятору применим. Ну, там это действительно написано несколько мимоходом, но тем не менее это, в общем-то, первое появление квантовой теории поля. Это вот сентябрь 25-го года. В ноябре... А, ну да, значит, про Хайзенберга. Хайзенберг, закончив свою работу и отдав ее Борну для публикации, тут же немедленно уехал куда-то бродить по горам и сказал, что в ближайший месяц все на физике думать не будет. Ну, потом вот уже осенью он вернулся и включился в совместную работу с Борном и Йорданом. И в ноябре они написали подробную длинную статью. Вот это замечательная статья. Ее можно читать просто с удовольствием. Сейчас можно взять том трудов Хайзенберга. Есть перевод на русский язык. Ежели кто по-немецки не читает, я, например, не читаю по-немецки. Это действительно очень подробное и весьма полное руководство по квантовой механике. Очень хорошо и понятно написано. Там рассматривалось множество вопросов. Там рассматривались канонические преобразования. И на основе канонических преобразований теория возмущений. Как невырожденная, так и вырожденная. Там рассматривались и дискретные, и непрерывные спектры. Построена практически полная, вполне современная теория углового момента. Там же есть уже более подробный последний параграф этой длинной статьи, написанный Йорданом, в котором обсуждалось квантование волнового поля, систему с бесконечным числом степеней свободы. Ну, гармоническую, без взаимодействия. Работа действительно замечательная. И после этого уже, так сказать, плотину прорвало. То есть появилось множество статей, в том числе написанных довольно малоизвестными физиками, в которых решались конкретные задачи на основе только что провозглашенной теории, квантовой механики. Хейзенберг с Йорданом описали аномальный зеймон эффект, то, над чем мучились люди. Правильный ответ угадал Ланде без всякого основания, просто взял и придумал формулу, и она согласовывалась с спектроскопическими данными. Ну вот, а значит, они все это вывели из квантовой механики, в том числе посчитали интенсивности компонент зеймоновских мультиплетов. Молекулярные спектры, включая вращение и колебания в двухатомных молекулах, описала некая аспирантка Люси Мензинг, которая, по-моему, больше ничем не знаменита, но статья-то хорошая, как минимум одна, и так далее. То есть появилось множество применений этой новой теории, но с одним, так сказать, вопиющим и бросающимся в глаза исключением. Не была решена самая интересная и самая нужная задача. Задача движения электронов в кулоновском поле в рамках квантовой механики. То есть вывод спектра атома водорода. Его, конечно, угадал Бор, но как его вывести из квантовой механики, еще никто не знал. Это сделал Паули. Паули решил задачу об атоме водорода в 1926 году. И очень красиво решил при помощи дополнительного интеграла движения, который называют вектор Рунгельенца. Это просто вектор Рунгельенца. На самом деле этот вектор, вот я тут выписал полный список людей, которые его в разные времена придумывали. Начинать надо с некоего Германа, я уже даже забыл, какой-то век. Вернули Лаплас, про это писали Гамильтон, Гибс, позже, это уже 20 век. То есть есть некая дополнительная сохраняющаяся величина. И с использованием ее, вот эту задачу об атоме водорода в матричной механике, можно решить очень просто и изячно. Что Паули и сделал. Тем самым формулы Бора для спектра атома водорода, наконец, получили твердое, надежное основание. Следующие кусочки развития квантовой механики связаны с именем Поля Дерака, поэтому я сейчас скажу про него пару слов. Отец его был из франкоговорящей части Швейцарии. Откуда-то там из окрестностей Женевы более-менее. Он приехал в Англию и преподавал французский язык в колледже в каком-то, в Бристоле. Причем дома этот отец настаивал на том, что за столом вся семья должна общаться между собой по-французски. Поль Дерак французский знал плохо, ему было это сложно, поэтому он предпочитал молчать. И в результате, похоже, он на всю жизнь остался исключительно молчаливым человеком. Говорят, что любой разговор с Дераком состоял в том, что Дерак только отвечал на вопросы одним из трех способов. То есть все слова, которые он говорил, это были «да», «нет» и «не знаю». Потом он учился в Бристольском университете на инженера, на электрического инженера, скажем так. Закончил университет по этой специальности, но не мог найти работу. Это было время экономической депрессии, там, в общем-то, было трудно найти работу. Поэтому он продолжал посещать этот же Бристольский университет и там просто слушал лекции по математике. Потом ему удалось получить грант, и он поступил в Кембриджский университет, ну, в аспирантуру, как бы мы сейчас сказали. Его руководителем был профессор Фаулер, который занимался в основном статистической механикой. В 1925 году в клубе Капицы, Капицы в это время был в Кембридже, он ввел клуб, в котором делали доклады как местные, так и разнообразные, приглашенные из разных мест физики. Так вот там выступал Хайзенберг. Доклад Хайзенберга в этом клубе назывался «Зоология термов и Зеймановская ботаника». И, в общем-то, он в основном был посвящен старой квантовой теории, которая, так сказать, доживала свои последние дни, в которой ничего, кроме такой зоологической какой-то классификации, сделать было ничего более научного нельзя. Но вполне возможно, что это было как раз лето 1925 года, вполне возможно, что Хайзенберг там упомянул и о своих новейших идеях, но на самом деле этого никто точно не помнит, ни сам Хайзенберг, ни Дерак, ни другие участники. Возможно, он об этом упомянул, но достаточно вкратце, поэтому Дерак про новые идеи Хайзенберга в это время еще не знал. Когда осенью, после этого, вот осенью 1925 года, его научный руководитель Фаулер подсунул ему свежевышедшую статью Хайзенберга о квантовой механике и попросил разобраться, что это такое, имеет это вообще какой-нибудь смысл или нет. Дераку, кстати, сначала на него никакого впечатления не произвела, он ее толком не понял, но потом, через какое-то время, ему вдруг пришла в голову идея, что имеется близкая очень аналогия между коммутаторами, которые возникают в квантовой механике у Хайзенберга, и скобками Пуассона в классической механике. Причем эта идея ему пришла в голову во время воскресенья, когда он гулял где-то по окрестностям Кембриджа, а он не помнил наизусть определения скобок Пуассона. Поэтому ему, бедняге, пришлось промочиться буквально всю ночь, и к открытию библиотеки в понедельник он прибежал в библиотеку, взял там учебник классической механики, посмотрел определение скобок Пуассона, и увидел, что все именно так и есть, как он предполагал, что действительно есть очень четкая аналогия. На этой основе он... Ну ладно, это будет там на следующем слайде, сейчас я просто показательной закончу с биографией Эдерака. Значит, он поучаствовал вот в создании квантовой механики, одним из первых, ну, скажем так, первым после вот этой знаменитой тройки. Потом в 1926 году он написал несколько совершенно выдающихся статей про волновые функции тождественных частиц, про теорию преобразований, про теорию излучения. В 1927 году он вывел уравнение Дерака, релятивистское волновое уравнение для электрона. В 1930 году он понял, как надо интерпретировать море отрицательных уровней и написал что-то про дырки, но не сразу догадался, что это новая частица, позитрон пытался их сначала там с протонами отождествить. Ну, и в 1931 году он написал про, собственно, уже правильную интерпретацию. То есть достижений в создании квантовой механики, как вы видите, множество. Но Дерака был крайне своеобразным человеком. У меня вот тут перечислено несколько... То есть есть отдельный жанр физического фольклора, истории про Дерака. Ну, вот некоторые я здесь кратко перечислил, но если есть пять минут, я их могу озвучить, потому что, мне кажется, это очень интересно и демонстрирует его характер. Значит, первая из этих историй была еще в школьные годы. Он участвовал в какой-то математической олимпиаде, где задали такую задачу, что три рыбака приехали на остров, ловили рыбу, а потом вечером один из них решил уехать домой, поделил всю рыбу на три части, одна рыба осталась лишней, он ее выбросил в реку, забрал свою, третий уехал. Потом проснулся второй, рыбак не заметил, что первый уже уехал, опять поделил всю рыбу на три части, опять одна осталась лишней, он ее выбросил, забрал, третий уехал. Потом утром проснулся третий рыбак, опять же не заметил, что предыдущих двух уже нет, опять поделил всю рыбу на три части, выбросил одну лишнюю рыбу, забрал, третий уехал с острова. Спрашивается, сколько было рыб. Дирак на это ответил так. Рыб было минус две. Когда первый рабак выбросил одну рыбу в реку, их стало минус три. И он уехал, увозя с собой минус одну рыбу. Остальные двое повторили в точности те же действия. Уже очень характерный, в общем-то, случай. На каком-то семинаре, на котором Дирак делал доклад, он сделал доклад и спросил, вопросы есть? Кто-то в аудитории говорит, я не понимаю, как вы получили вон ту формулу. На что Дирак ответил, это утверждение, а не вопрос. Вопросы есть? Когда Клейн делал доклад про формулу Клейна-Нишина, про сечение рассеяния, он после длинного вычисления обнаружил, что окончательный ответ имеет неправильный знак. И сказал, прошу прощения, я в каком-то месте перепутал знак. Дирак с места поправил. Вы хотите сказать в нечетном числе мест? Бор, как известно, никогда не писал своих статей сам. Он их диктовал кому-нибудь. Обычно оно своему ассистенту, который у него в это время был. Причем Бор писал свои статьи очень длинными предложениями. Всегда старался все сформулировать с предельной ясностью, но в то же время это у него получалось крайне громоздко и длинно. И когда Дирак был в Копенгагене, Бор попытался его тоже приспособить к этой обязанности. Стал ему что-то диктовать, говорил какую-то очень длинную, замысловатую фразу с кучей причастных и прочих оборотов. И в конце концов, в конец запутался, и говорит, я не знаю, как закончить эту фразу. На что Дирак ответил, что меня в школе учили не начинать предложение до тех пор, пока я не знаю, как его закончить. На этом вот такой рот их сотрудничества закончился. Бор его больше не использовал в качестве секретаршей стенографистки. Переключился на кого-нибудь другого. Дальше утверждается, что Дирак высказал такое утверждение, что существует расстояние, на котором женское лицо выглядит наиболее привлекательно. Доказывается это утверждение так. В двух предельных случаях, нулей на бесконечности, привлекательность обращается в ноль, ничего не видно. Значит, между ними должен быть максимум. Но тут бы я, впрочем, добавил, что это в случае, когда привлекательность положительная. Если она, например, отрицательна, будет наоборот минимум. Ну, а возраст стоит зависит. Ну да. Так, значит, это высказывание как раз уже не Дирака. Дирак был атеистом. По крайней мере, в молодости он был, так сказать, именно твердым атеистом, совершенно убежденным. В отличие от большинства физиков того времени, у которых с религией были более или менее сложные отношения, без такого полного ее отрицания. И однажды физики, собравшись, обсуждали что-то, связанное с этими вопросами. И Павли сказал, что у нашего друга Дирака тоже есть своя религия. И первая ее постула звучит так. Бога нет, и Дирак – пророк его. Еще один случай, на самом деле, тесно связанный в каком-то смысле с морем Дирака. Однажды он и еще какой-то физик ехали куда-то в командировку на поезде, съездили на какой-то семинар, или я уж не знаю куда. Потом возвращались обратно, и на обратном пути в кармане вот этого другого физика что-то бренчало. Этот другой физик говорит, я говорю, извиняюсь, это у меня коробочка с таблетками. Когда мы ехали туда, она была полная, и поэтому не бренчало. А вот сейчас я уже там несколько таблеток съел, и она стала бренчать. На что Дирак сказал, вероятно, она бренчит сильнее всего, когда таблеток там половина. Такой известный, скажем так, историк физики Мехра, который написал вот такой вот труд в девяти толстых книжках под названием «История квантовой теории», и был лично знаком с практически всеми классиками. Очень хотел тоже познакомиться с Дираком. Однажды где-то на обеде у кого-то они сидели рядом. Ну, этот Мехра, индус, он хотел как-то завязать разговор. Ну, что делают англичане, когда хотят с кем-то завязать разговор? Говорят о погоде. Он говорит, Мехра говорит, очень ветрено сегодня, не правда ли. Дирак молча, ни слова не говоря, встал, вышел из комнаты, вышел из дома. Бедный Мехра пытается понять, чем же он мог обидеть великого физика. Через минуту Дирак возвращается, садится на свое место и говорит «да». Однажды Дирак был на экскурсии в каком-то замке где-то в Англии или в Шотландии. И экскурсовод говорит, а вот в этой комнате ровно в полночь появляется привидение. Дирак задал вопрос, в полночь по Гринвичу или по декретному времени? Если бы это происходило сегодня, он бы наверняка еще спросил по-зимнему, или переходит ли привидение на зимнее и летнее время. Но тогда до этого еще не догадались, до такого безобразия, как зимнее и летнее время. Ну ладно, это вот значит некий случайный выбор из такого жанра, как истории про Дирака. Ну и вот несколько его высказываний, как он вообще делал физику, так сказать. Достаточно своеобразно. Основной его предмет веры в области физики состоял в том, что физические законы должны обладать математической красотой. Однажды он сказал, уже явно в таком пожилом возрасте, когда он не боялся использовать слово «бог», он сказал, что «бог» был математиком высочайшего уровня. А метод, как он делал свои открытия, он описал так, что надо просто выбрать какую-то область математики и начать не играть с уравнениями, надеясь, что какое-нибудь из них окажется полезным для физики. Вот уравнение Дирака он получил именно, в общем-то, таким образом, играя с уравнениями. Значит, про стиль. Он очень тщательно продумывал все, что писал в статьях, в книге своей знаменитой, в уме. И потом очень кратко, лаконично и ясно это записывал. Так что он никогда... Его черновики статей почти не содержали ни одного исправления. Он сразу все писал правильно и оптимально, и очень ясно. В отличие от Бора, который каждую статью переписывал по 10 раз еще после публикации, но не после публикации, после того, как послал в журнал, в несколько этапов в корректурах пытался чего-нибудь добавить или сделать яснее. Но, с другой стороны, лектором он по свидетельству был не вполне хорошим в том смысле, что однажды, продумав про себя, как надо наилучшим образом излагать какой-то вопрос, он уже от этого пути не отклонялся. И поэтому на лекциях он близко к тексту излагал свою книжку «Принципы квантовой механики». И если какой-нибудь студент просил объяснить более подробно какой-нибудь конкретный вопрос, он, в общем-то, еще раз близко к тексту излагал то же самое. Ничего дополнительного от него добиться было невозможно. А, ну да, вот это я уже начал было говорить, что вот, значит, в октябре 1925 года он придумал эту идею об аналогии между коммутаторами и скобками Пассона, и дальше в каком-то смысле обобщил, ну, не то чтобы очень обобщил, но эквивалентный какой-то язык придумал для вот этих некоммутирующих величин, которые у Хайзенберга Борна-Йордана были вполне конкретно матрицами. Дирак этого предпочитал не уточнять, просто говорил, что вот есть некая величина, у которых умножение не коммутативно, давайте их назовем Q числами, где Q означает «квантум» или «квир». И в первой же своей статье по квантовой механике он в значительной степени повторил статью Борна-Йордана независимо, хотя чуть-чуть позже. Он пытался решить задачу об атоме водорода в рамках квантовой механики частично успешно, он, в общем-то, там почти ее решил, хотя, честно говоря, во-первых, гораздо более сложным образом, чем Паули, и, во-вторых, все-таки он ее решил немножко не до конца. Ладно, значит, весь этот вот первый этап – это было то, что называлось матричная механика. Вполне независимо от него происходила некая другая линия развития, которая называлась волновая механика. Основателем этой волновой механики в каком-то смысле был, конечно, Луи де Бройль, из старинной дворянской семьи. Его отец был пятый герцог де Бройльи. Это было более правильное, вроде бы, написание его фамилии, хотя там черт ногу сломит в этих французских написаниях. У него был еще старший брат. И сначала долгое время Луи учился просто дома, ни в какую школу не ходил. К нему приходили какие-то учителя, его учили там, чему надо. Потом в 906-м отец умер, старший брат стал шестым герцогом. А, Луи, кстати, имел тоже титул, имел титул князя. То, что по-французски пишется как принц, но это не означает то, что в русском языке называется принц. И тогда, после смерти отца, его отдали в лицей какой-то там. Лицей – это такое, что ли, продвинутое учреждение среднего образования, скажем так. И в 909 году он там получил степень бакалавра по окончании этого лицея по специальности философия и математика. Физика, как видите, здесь не присутствует. Всегда он интересовался философией в довольно большой степени. Потом пошел в Парижский университет на специальность «История и право». Вообще, его отец и многие другие члены этого дворянской семьи Дебральи, в основном их карьеры были военные или дипломатические. Но поэтому «История и право» вполне подходящие области, чтобы их изучать для такого рода карьеры. Но, с другой стороны, Луи Дебраль довольно скоро во всем этом разочаровался. Ему стало это скучно и неинтересно. Но потом началась Первая мировая война. Это приходится в биографиях всех участников повторять. И Луи Дебраль служил в армии в течение практически всей Первой мировой войны, но в подразделении, которое занималось связью, радиосвязью конкретно. И какой-то самый главный передатчик, который передавал всякие военные сообщения по всем военным частям в разных местах, располагался на Эйфелевой башне, на самом верху. В результате Чавулу и Дебраль большую часть Первой мировой войны проторчал наверху Эйфелевой башни. Потом, когда, наконец, война окончилась, он пошел в аспирантуру Парижского университета уже по специальности физика, где был знаком с лучшими французскими физиками того времени, Ленджевен, еще кто-то. И плюс к тому работал в частной лаборатории старшего брата. Вот этот старший брат, Морис Дебройль, у него была просто дома лаборатория, где он занимался изучением рентгеновских лучей, ну, еще там некоторых каких-то связанных с этим вопросом, немножко радиоактивности, но больше рентгеновскими лучами. В 1923 году он опубликовал несколько статей и потом диссертацию защитил П.Х.Д., по-нынешнему выражаясь, насчет волновых свойств материальных частиц. Ну, а чтобы закончить с этой биографией, после смерти своего старшего брата в 1960 году он стал седьмым герцогом Дебройли. Он так и не был женат вообще ни разу в жизни, детей у него не было, в результате чего этот старинный дворянский род прервался на Луи Дебройля. Значит, что же утверждал Дебройль в своих статьях и в своей диссертации, на них основанной? В общем-то, все эти утверждения были достаточно, как это сказать по-русски, хендвейвинг, как это переводится. То есть, в общем-то, чисто такие качественные и не очень обоснованные какие-то утверждения, основанные на оптико-механической аналогии. Оптико-механической аналогии придумал Гамильтон в XIX веке, который говорил, что геометрическая оптика может быть изложена фактически на языке механики частиц. Между ними нет существенной разницы. Поэтому Дебройль предположил, что существует нечто аналогичное волновой оптике, что тоже связано с движением частиц электронов в частности. И он говорил так, что движение частиц сопровождается волной. Смысл слова сопровождается. Он не пояснял и, в общем-то, его не знал. Но волна эта обладает правильными свойствами, что энергия с частотой и импульс с волновым вектором связаны правильными формулами. В подтверждение этой аналогии он посчитал, естественно, групповую скорость. То есть, если есть волновой пакет с частотами, сосредоточенными около какой-то определенной частоты омега-0, но с каким-то разбросом, то этот пакет как целый, а то есть, скажем, его центр тяжести, будет двигаться с групповой скоростью, которая равна скорости движения классической частицы, p делить на m. И дальше он объяснил, в кавычках объяснил, правила квантования Боро-Зоммерфельда тем, что вот если есть какая-то орбита электрона в атоме, то эта орбита является правильной, удовлетворяет правилам квантования, в том случае, если на этой орбите укладывается целое число длин вон, вот этих волн Дебройля. Волновые свойства... Ну да, об этой работе, эту работу обсуждали там разные люди, то есть, в связи с этим есть несколько любопытных историй. В частности, об этой работе рассказали Эйнштейну, который в это время занимался статистикой Боза, он заинтересовался и упомянул об этих идеях в своей статье про статистику Боза. Эйнштейн рассказал об этих же идеях Борну, а Борн обсуждал со своими экспериментальными друзьями Франком и Эльзайсером, который тогда у Франка работал. Но Эльзайсер задал в процессе обсуждения вопрос, нельзя ли экспериментально наблюдать эти волновые свойства электрона. На что Франк, подумавши, ответил, что их уже наблюдали. В экспериментах Дэвисона – это такой американец, который как раз занимался рассеянием электронов на поверхности твердых тел, металлов. Наблюдались какие-то хитрые угловые распределения рассеянных электронов, которые можно интерпретировать как дифракцию. И причем те картинки, которые уже раньше того в экспериментах Дэвисона, в статьях Дэвисона приводились, они вполне соответствуют формулам Дебройля, о чем, естественно, Дэвисон не знал. Франк и Эльзайсер действительно посмотрели эти опубликованные картинки, убедились, что они действительно соответствуют тому, что чем больше скорость электрона, тем меньше у него длина волны. И Эльзайсер послал в журнал об этом статью с благодарностью Франку. Хотя, в общем-то, вот это скользкий вопрос, я бы сказал, что тут Франку больше принадлежит в этом, так сказать, ретроспективном экспериментальном наблюдении волновых свойств электрона. Дэвисон совместно с каким-то более молодым своим коллегой Джермером продолжал активно изучать рассеяние электронов на отполированной поверхности металла, никеля. Они использовали никелевую мишень. И однажды во время эксперимента, где была там вакуумная трубка, этот самый никель при высокой температуре и так далее, где-то рядом с этим взорвался почему-то дьюар с жидким воздухом. Естественно, эта вакуумная трубка стеклянная тоже разлетелась на мелкие кусочки. И никелевая мишень, которая находилась при высокой температуре, тоже мгновенно сильно окислилась в воздухе. Мишень, видимо, была не так-то просто сделать, я думаю, потому что они принялись ее восстанавливать. Они ее долго и упорно нагревали при больших температурах, еще что-то там с ней как-то над ней издевались. В конце концов, они ее восстановили, так что можно было продолжать эти эксперименты. Но в результате она перекристаллизовалась. Вместо поликристалла с огромным количеством очень мелких кристаллов в никелевые мишени получились довольно крупные монокристаллы никеля после этого длительного обжига при высоких температурах. И в результате угловые распределения после этого случая у них резко изменились. Появились резкие пики при максимуму прибраговских углах. То есть все это походило очень сильно на рассеяние рентгеновских лучей. И они вот с 1925 года по 1927 все улучшали и улучшали и уточняли свой эксперимент. Наконец, в 1927-м публиковали уже такие окончательные выводы, вполне надежные, что да, у электронов есть волновые свойства, и да, эти волновые свойства соответствуют тому, что писал Деброй. И потом рассеянием электронов в разных постановках, не только в такой вот отраженной, но и при прохождении через тонкие пластинки веществ занимались много разных людей, в частности, Томпсон-младший, сын Джи-Джи Томпсона. В результате Дэвисон и Томпсон получили Нобелевскую премию и на эту тему говорят так, что Томпсон-отец получил Нобелевскую премию за то, что доказал, что электрон – это частица, а Томпсон-сын за то, что доказал, что электрон – это волна. Ну, значит, вернемся к исторической линии развития. Вот эту вторую форму квантовой механики, именно волновую механику, создал Эрвен Шрёдингер. На основе, конечно, идей Дебройля, но у Дебройля были достаточно расплывчатые идеи, а Шрёдингер уже создал вполне конкретную и правильную теорию. Значит, он родился и учился в Вене, в Венском университете. Насколько я помню, если я тут не путаю с датами, где-то когда он туда еще поступал, там был Больцман. Но Больцман покончил жизнь самоубийством где-то практически сразу после этого. Так что в результате у Больцмана Шрёдингер практически не учился, а учился у его ученика Хезюнюрля. Потом, в годы Первой мировой войны, он был артиллерийским офицером на Итальянском фронте, где-то в Южном Тироле. Впрочем, участок был достаточно спокойный, и он там даже умудрялся продолжать читать журналы по физике, чем-то таким научным заниматься. Потом он перешел в Цюрихский университет. В Цюрихе было два учебных заведения. Политехникум или там высшая политехническая школа, зависит от того, как перевести это на русский, и университет. Причем политехникум, в общем-то, был более знаменитым из этих двух. Шрёдингер стал профессором в университете Цюриха, а Дебе и Виль были профессорами физики и математики в политехникуме. В 1926 году он создал вот эту самую волновую механику, вторую форму квантовой механики. Потом, ну ладно, потом я не буду перечислять про потом, это, в общем-то, нас непосредственно не касается. Лучше про то, как он создавал волновую механику. Значит, семинар эти два учебных заведения проводили совместный по физике. И однажды, в ноябре 1925 года, Дебей предложил Шрёдингеру выступить на семинаре и рассказать об идеях Дебройля. Слухи об этом уже дошли до Цюриха. Ну, было интересно послушать, чтобы это такое могло значить. Шрёдингер приготовил доклад, выступил с докладом вот в ноябре, после чего встал Дебай и сказал, что целое число длин волн на орбите – это какой-то детсадовский уровень. А я, говорит, ученик Зоммерфельда, и Зоммерфельд нас учил, что если есть волны, то должно быть волновое уравнение, которому они удовлетворяют. Шрёдингер был этим озадачен и стал думать насчёт волнового уравнения. Причём сначала он написал релятивистское волновое уравнение. Соображения Дебройля были абсолютно релятивистскими от начала до конца, поэтому было очень логично, что Шрёдингер тоже пытался написать релятивистское инвариантное волновое уравнение. Это то уравнение, которое сейчас известно как уравнение Клейна-Гордона. Иногда Фука добавляют сюда же. И причём Шрёдингер его решил для атома водорода. Получил спектр, включая тонкую структуру, и эта тонкая структура была неверной. Тогда Шрёдингер очень расстроился и решил, что всё это значит где-то как-то неверно, и публиковать тут нечего и не стоит. Ну, естественно, почему? Потому что он не знал ничего про спенэлектроны. Значит, потом на рождественские каникулы, значит, это конец декабря 1925 года, он уехал в альпийский горнолыжный курорт в Орозе, в восток Швейцарии. И там он очень интенсивно работал. И тогда ему пришло в голову, что стоит написать не релятивистское приближение к тому уравнению, его решить. Тогда получается, как он показал, правильный спектр атома водорода, впрочем, без учёта тонкой структуры. Ну, ладно, тонкую структуру отложим, а главные черты спектра атома водорода вот это нерелятивистское волновое уравнение вполне описывает. И тогда, в январе 1926 года, он написал первую статью под названием «Квантование как задача о собственных значениях 1». Это была целая серия из пяти, что ли, статей. И тогда же он снова выступил на семинаре с новым докладом и сказал, что теперь я знаю, какое есть релятивистское уравнение, какое есть волновое уравнение, которое описывают эти самые волны Деброли. Вторую статью он написал в феврале того же года. Там более подробно обсудил вот эту оптико-механическую аналогию, из которой получил снова своё волновое уравнение. Обсудил в случае нескольких частиц, что волновая функция есть функция в три-нмерном конфигурационном пространстве, что это не есть какие-то трёхмерные волны, которые живут действительно в нашем физическом трёхмерном пространстве. Если есть н частиц, то есть функция Пси от три-н координат. Решил несколько задач. Асциллятор, ротатор, в частности, молекулы. То есть это двухатомная молекула может колебаться и может вращаться. Это надо. В мае он написал третью статью, в которой теория возмущений, как невырожденная, так и вырожденная, была стационарная. Посчитал уже в квантовой механике эффект Штарка в водороде. Получил в точности то же самое, что получали люди в старой квантовой теории. В этом месте нет никаких отличий. Ну, как и в спектреатома водорода, впрочем, тоже. Потом, в следующей статье, он в июне написал нестационарное волновое уравнение. И только в этой статье функция Пси стала комплексной. До того он считал, что Пси должна быть действительной функцией. В этой же статье он получил уравнение непрерывности для плотности и тока, которые получаются из Пси функции. Рассмотрел теорию возмущений, зависящих от времени. Получил в волновой механике теорию дисперсии света, включая комбинационные частоты, то бишь повторил Крамерса Хайзенберга, которые это в старой квантовой теории делали. Но он предполагал, что электрон – это вообще не частица, это волна. И Е на модуль Пси квадрат – это плотность заряда. То есть электрон размазан. И в июле он написал еще одну статью, по-моему, она уже не относилась, собственно, к этой серии, где он ввел когерентное состояние осциллятора, за что ему до сих пор многие очень люди благодарны. Когерентное состояние – такие волновые пакеты, специальные в осцилляторе, в гармоническом, которые могут колебаться сколь угодно, долго туда-сюда, и при этом не расплываются. И Шеллингер совершенно ошибочно предполагал, что, в общем-то, всегда так может быть, что частицы – это просто волновой пакет. И волновой пакет, вот он путешествует почему-то, что, в общем-то, отдаленно напоминает классическую траекторию, но и, в общем, может не расплываться, как следует от примера когерентных состояний. На что ему возразил Хайсенберг, который сказал и продемонстрировал, что волновые пакеты расплываются. Осциллятор – это как раз совершенно такой редкий, исключительный случай, где можно построить нерасплывающиеся волновые пакеты. И поэтому такая интерпретация, что то, что мы видим как частицы – это нерасплывающийся волновый пакет, она не удерживает никакой критики. Ну, а кроме того, в системе нескольких частиц вообще нет никаких таких трехмерных волн в нашем физическом пространстве, поэтому такая интерпретация, что это вот такая волна, непрерывная, размазанная в пространстве, она никак не годится. В промежутке между вот этими статьями этой серии и квантования как задачи о собственных значениях Шренингер написал статью, где доказал на самом деле математическую эквивалентность между волновой и матричной механикой, получил формулы для матричных элементов через волновые функции, повторил фактически все фундаментальные достижения статьи Борна-Йордана, но только на языке волновой механики. На самом деле, все то же самое независимо сделал Паули тоже весной 1926 года, по-моему, чуть позже, чем в марте, но в письме, в письме Йордану. Вообще, в те времена активным развитием квантовой механики занималось буквально нескольких человек, и вот эти вот длинные и подробные письма с изложением физических идей друг к другу играли роль припринтов в каком-то смысле. То есть достаточно было написать там пяти коллегам, чтобы все сообщество уже эту идею знало. Ну вот говорят, ну это, скажем так, непроверенная история, что однажды там весной 1926 на семинаре в Берлине после рассказа о новой волновой механике Шрёнингера, Эйнштейн сказал, что недавно у нас не было ни одной квантовой теории, а теперь есть целых две, что это как-то уже несколько чересчур. На что кто-то сказал, а Паули в своем письме доказал, что они эквивалентны. Шрёнингер говорил, что Паули легко и просто сделал то, на что он потратил несколько месяцев тяжелой работы. Шрёнингер стал докладывать свои действительно замечательные результаты на семинарах в разных местах, в частности в Мюнхене. Хайзенберг в это время тоже приехал в Мюнхен. И когда Шрёнингер доказывал, что вообще частиц электронов нет, что все это некие непрерывные обломы, размазанные с такой-то плотностью по пространству, Хайзенберг стал допытываться, как это позволяет объяснить фотоэффектом, всякие другие дискретные квантовые процессы. Вин, который по-прежнему был профессором экспериментальной физики в Мюнхене, очень разозлился и сказал, что вы должны понять, что со всей этой вашей чушью про квантовые скачки покончено. И если профессор Шрёнингер не знает, как это объяснить сейчас в данный момент, то через него подождите, через некоторое время он все объяснит. На самом деле, Хайзенберг и Шрёнингер довольно отрицательно относились к подходам друг друга, несмотря на их, так сказать, эквивалентность. Хайзенберг говорил, что чем больше я думаю о физическом содержании теории Шрёнингера, тем более ужасной она мне кажется. А Шрёнингер говорил, что меня отвращала трансцендентная алгебра и отсутствие наглядности в матричной механике. Ну ладно, давайте на этом и остановимся. Там про всякие дискуссии о интерпретации квантовой механики, наверное, не стоит здесь обсуждать. Я думаю, что вот до момента, когда квантовая механика как в матричной, так и в волновой форме была создана, мы дошли. Ну и давайте на этом завершим эту серию из двух семинаров. Спасибо большое. Так, может вопросы будут? А, будет продолжение? Да, я думаю, хватит. Разведка так надевает, что на ютюбе... Вопросы будут? Вопросы есть? Так, комментарии... Да-да-да, пожалуйста. Это презентация сделается в виде файла и иметь возможность... Я, например, очень хочу... Ну хорошо, но этот файл я вам, по-моему, посылал. Буквально этот, который я показывала. Последний? А там все задержится. Там же... Задержится? Да, там была и прошлая вот эта лекция, и это. Можно сказать другим, что это. Этот файл доступен, ну... Но я сейчас... Я забыл, вот эта часть... Да-да-да, эта часть там есть. Это часть там есть. Благодарить еще раз. Давайте. Спасибо большое. Угу. Спасибо.